Всем приветствую! В этом видео поговорим немножко о медитации. Вообще, честно говоря, медитация – это латинское слово западное, которое означает «размышление». Конечно, в йоге под медитацией образумевается отнюдь не размышление, нечто другое. Но так уж повелось, что последние несколько десятков лет слово «медитация» используют для описания йогических состояний. Что же в йоге поднимается под медитацией? Это, прежде всего, тхьяна на санскрите, что означает восприятие, созерцание, погруженность в объект медитации, или поглощенность этим объектом. Это особое состояние. Там нет ума, там нет размышления. Если говорить о медитативных практиках, процессе медитации, то проще всего описать его следующим образом. Есть состояние сосредоточения и оно развивается. Сначала вы направляете внимание на объект и концентрируетесь на нем какое-то время. Это называется дхарана – удержание внимания на объекте. В этом процессе пока что больше присутствуете вы сами. Доминирует присутствие вас самих, вашего усилия. Вы сосредоточились и направляете внимание на объект. И есть еще объект, но он не главный пока что. Если такая дхарана происходит какое-то длительное время, успешно, вы не отвлекаетесь, то наступает следующее состояние. Следующий этап под названием тхьяна – глубокое созерцание. Тхьяне, наоборот, доминирует объект вашего созерцания. То есть он как бы поглощает вас, затмевает вас, и вы в нем теряете себя. То есть здесь уже вы не можете контролировать ситуацию, вы не делаете никакого усилия. Тхьяна происходит сама, спонтанно, естественно, вот как что-то вот раскрывается, и уже этот процесс сам задает. Сам ведет вас. Когда какое-то время тхьяна происходит, то постепенно глубже и глубже наступает состояние самадхи, когда вы и объект уравновешиваетесь. То есть раскрывается истинная природа объекта – это суть, которая неотлична от вашей собственной природы, и вот в этом переживании вы объединяетесь. То есть вы сливаетесь с объектом в этой истинной природе. Нет двойственности. Нет двойственности. Ну, так бы я кратко описала этот процесс, процесс медитации в йоге. Конечно, в начале люди просто пытаются подойти к этой погруженности. По сути, все медитативные практики и методы, которые есть в йоге, традиции надхи, они являются подводящими к этому естественному состоянию тхьяны. То есть это методы концентрации, направления внимания. Очень важно создать условия для наступления этого состояния. То есть очистить ум, насколько вы можете, успокоить его, успокоить энергию в теле, то есть чтобы праны были более-менее сбалансированы. Поэтому рекомендуется перед практикой медитации выполнять асаны или пранаяму, особенно первое время, первые года и выполнять уже в медитативном ключе. То есть очень спокойно и созерцательно практиковать асаны и пранаяму. Потому что вот это состояние медитации тхьяны, оно, в принципе, всегда в нас присутствует в потенциале. И мы можем делать какой-то вклад в эту успешную нашу медитацию, живя в таком созерцательном медитативном ключе или хотя бы делая асаны или пранаяму. То есть наблюдая, созерцая свое состояние, успокаивая ум. И тогда после такой практики, когда вы приступаете к какой-то концентрации, то вы больше подготовлены, чем если вы просто сядете и начнете так медитировать. Практика асан важна, потому что он является хорошим средством, методом сбалансировать энергетическое состояние. Потому что просто силы воли вы это не сделаете. Так что бы я порекомендовала в качестве практики медитации, помимо медитативного выполнения асаны пранаяма. Это что-то очень простое. Это 5, 10, 15 минут ежедневно. Например, концентрация на дыхании. Самый простой метод. Брюшное дыхание. Брюшное дыхание. Вообще любое дыхание, которое вам комфортно. И вы просто Средотачиваете свое внимание на вдохах и выдохах. И на ощущениях в своем теле, на состоянии. Какое-то время. Не отвлекайтесь. По сути, это созерцание собственного состояния. Самого себя. Также можно выбрать точку какую-то или объект для концентрации. Например, центр груди. Духовное сердце, где атман наш находится. Наше духовное ядро. Нам очень легко достаточно концентрироваться. Или это может быть кончик носа или межброви. Пупок. Это вот такие основные точки для концентрации. Вы просто направляете туда внимание. Все тенденции своего ума, всего себя в эту точку. Например, в центр. И старайтесь сохранять этот поток однонаправленности. Поначалу ум будет вас отвлекать. Мысли, образы, беспокойство. Это не страшно. Вы просто, если вы отвлеклись, просто заново направляете внимание в эту точку. Вот столько раз, сколько будет нужно. Раз за разом. Постепенно этот навык он формируется и вам становится легче это делать. Навык концентрации. Вам будет легче удерживать внимание на объекте. И постепенно этот поток однонаправленный станет достаточно мощным. Единственное, что я хотела отметить, не должно быть сильного напряжения. Просто есть усилие концентрации, но оно должно быть нормальным. Не вызывать у вас усталости или головной боли. И во время того, как вы концентрируетесь, старайтесь наблюдать свое состояние. Что с вами происходит. Ну, в принципе, все. Это достаточно просто. Основная сложность представляет именно практика регулярная и с удовольствием. На этом все. Хорошей вам практики. Продолжение следует. Продолжение следует.